Не дали, но уже сейчас отдельные политики начинают отстаивать свои личные интересы. Удар по политической стабильности собираются нанести представители демократических сил. Они объединяются в коалицию и призывают к ослаблению так называемой вертикали власти. У саратовских аналитиков на этот счет единое мнение. Демократы своими последними инициативами сводят политические счеты. Репортаж Татьяна Седовой. Накануне региональных выборов в областную думу ряд федеральных политиков делают шокирующие заявления. Сергей Митрохин, который недавно посетил Саратов, говорит о создании оппозиционного объединения, куда могут войти некоторые общественные организации и новая либеральная партия. О ее создании во всеуслышание заявил скандальный политик Борис Немцов. По его словам, новая партия готовит радикальную программу, которая должна всколыхнуть людей на местах, а главным политическим методом называет протест. Немцова всерьез вообще бессмысленно воспринимать, после того, как весь протест оказался слитым, да, с его помощью, весь этот декабрьский протест. Что касается Митрохина, Митрохин много резких вещей здесь наговорил. Вот где были эти федеральные политики, когда Саратовская область 20 лет вела внутреннюю борьбу за власть постоянно, вот начиная с Белыха, даже еще раньше, с переворота, когда 91-го года у нас постоянно шла вот эта вот грызня. Группы, кланы между собой с Аятского боролись, Аятского победили, с Ипатовым боролись, боролись. В этой борьбе вот для этих 20 лет мы очень сильно съехали по всем показателям, чисто объективным, по уровню жизни. Область только начала выходить из финансового кризиса. До этого в ПФО она была на одном из последних мест по основным экономическим показателям, главный из которых – уровень доходов на душу населения. И сейчас жители Саратова не согласны с тем, что в непростых финансовых условиях ситуацию можно исправить радикальными методами. Бунтовать хорошо на сытый желудок. Французская революция получилась, когда Франция 50 лет проживала период экономического подъема. У нас нет жира, мы бедные, нам надо кушать, а не думать о том, что нам надо больше прав, больше свободы. Нет сейчас этого, мы не до этого, нам еще до этого развиваться и развиваться. Ну, революции как бы не нужны, нужно просто всего-навсего поднять людям зарплату. Вот и все, на самом деле, все элементарно. Конечно, всякие немцовые зажравшиеся, там кто там, собчаки, они просто, у них денег полно, они жиру бесятся. А простому народу надо поднять зарплату, и он будет сидеть дома и радоваться. Своё объединение оппозиции называет демократический выбор. Каким именно способом она будет бороться с русскими бедами, которых уже больше, чем две, политики умалчивают. Хотя и предлагают людям выйти на улицу и саботировать существующую власть, после чего отдать её народу. Извините, а какого народа? Тот, который остался без денег, без каких-то сбережений крупных, без пенсионеры, которые раньше чувствовали, может, себя людьми. Сейчас они не люди, они нищие. Так кто же будет этой работой заниматься? Я думаю, что тут довольно много личных вещей, хотя в политике, конечно, личные вещи быстро переходят в систему. А что касается призывов, ну о чём вы, они с таким экстремизмом наизусть знают, она им ночью снится. И призывать, как бы, выходить на улицы просто людей, на митинги, на какие-то акции, призывать к бунту, это абсолютно полярные вещи. О чём вы? Ну этого просто не может быть, потому что быть не может никогда. Вместо чёткого плана действий – личные политические амбиции, за реализацию которых, по мнению оппозиционных политиков, в очередной раз должны заплатить просто люди. Но после всех кризисов и бесконечных обещаний, они, как оказалось, меньше всего хотят новых потрясений. Татьяна Седова, Виктор Рыков, ТВ-центр, Саратов. Татьяна Седова, Виктор Рыков.